Добрый день! Сегодня у нас кубик 5х5 MGC от компании YJ. Когда-то YJ и Mojo это была одна компания, сейчас они разделились. И соответственно YJ отвечали раньше за бюджетные главоломки. Сейчас, став отдельной компанией, они под брендом MGC выпускают главоломки, которые уже серьезного уровня. Мы помним 2х2 MGC, очень хорошая двушка, не самая лучшая, но очень достойная MGC-3 Elite. Перед ним были еще MGC, MGC-2. И вот дело дошло до более крупных главоломок. Ну и конечно же Megamix MGC, на котором совсем недавно вновь поставили национальный рекорд России. И пятерочка. Пятерка и еще есть шестерка. Готовится семерка-четверка к выпуску. Сегодня поговорим про 5х5. То есть это модели, которые претендуют на топовый уровень, но ценовая категория у них не самая высокая. То есть она не дешевая, но и не залогочно дорогая, как там Ганы, серия ВР от Mojo и прочее. Смотрим. MGC. Эта вещь снимается. Дизайн интересный. 5х5. Здесь все вот так вот стильно достаточно. Сам кубик MGC. И коробочка с аксессуарами. И сразу посмотрим быстренько. Здесь отверточка. Кстати, вот такая отверточка. В прошлый раз у меня была. Она проворачивалась, пришлось ее заклеить. Тоже от EvoiJ. Инструкция. По пятерке. Что-то тут есть. Не нужно. Магнитики. Магниты одного типа. Очень тонкие. Где-то 1 мм толщиной. Примерно. Запасные. И запасные пружинки с шайбами. Скорее всего они какой-то другой жесткости. То есть дополнительная кастомизация. Но, может, они такие же, что вряд ли. Проверять не буду. И все. На этом у нас комплектация закончилась. Те, кто смотрел мое видео про MGC3 Elite, наверняка помнят, что большим минусом у этой головоломки был логотип. Ну, как большим. Больше эстетическим. Если так вот присмотреться, то там буковка M еще отсвечивает. Это был как бы эксперимент компании YJ. Сделать не старый логотип MGC, который был на вся головоломках до этого. А сделать красивую буковку. И да, первых 200 сборок эта буковка была очень красивая, золотая. Но потом она стала стираться. И вид стал паршивый, пока совсем не стерлась. Так что в пятерке и шестерке уже вернулись к нормальному, привычному логотипу. Сравнивать кубик будем с привычными нам магнитными пятерками. Это у нас Yuxin Little Magic. Магнитный. На всякий случай его достал. На самом деле он уступает валк 5М и аучанг от Мою. Все магнитные. Размер, в принципе, такой же, как у валка. Но отличается незначительно. Мой сейчас основной кубик был валк 5М. На аучанге открутил больше 1000 сборок. И ему был, в принципе, доволен. Просто валк вышел и перешел на него. Но решил покрутить MGC. Давайте сразу вращать. И что сразу бросается во глаза по ощущениям. Если там цветовая схема здесь более-менее стандартная и у всех похожая, то вращение отличается. Если валк, это достаточно контролируемый куб. И многим он именно этим нравится. В принципе, и мне тоже. То есть, куб, в котором больше контроля. Аучанг контроля чуть меньше, чуть больше скорости. Скорости MGC скорости еще больше, причем значительно. И еще поменьше контроля. То есть, вот так их можно распределить. Если вам чего-то не хватало в этих кубах, то вот скорости можно добрать вот здесь. Ну, возможно, это пока он только новый. Смазываю я этот MGC только белый мару и все. Пока вот что-то мне не захотелось. Добавляю сюда густых смазок. То есть, как только он начинает крутиться медленнее, добавляю в мару и все возвращается. Открутил я сборок не так много, но вот за прошедший месяц я, наверное, все контесты проходил именно на нем. И на прошлых выходных, неделю назад, я проводил неофициальный чемпионат в Тамбове и собирал тоже, соответственно, им. И если учитывать, что у меня официальная WG минута 51, минута 52, точно не помню, как раз на валке на одном из чемпионатов поставлено, то на MGC я особо не тренируясь, смог сделать пару сборок меньше, чем минута 40. Да, и как бы в Тамбове не было у меня конкурентов в этом деле, поэтому тренироваться смысла особо не было. И кубик всем хорош. То есть, хорош настолько, что его можно рекомендовать как альтернативу топовым моделям. Не вот этому, Юксину, этого мальчику, который пусть и неплохой, и пусть на нем кто-то собирает быстрее, чем я, но он все же значительно уступает. Какой-то он вялый, ну, немой, скажем так, мне не нравится. То здесь, несмотря на вот эту вот превосходящую скорость и уменьшенный контроль по сравнению с Валком и Аучангом, здесь меня все устраивает. По крайней мере, пока. Давайте сделаем сборочку и посмотрим, как он упрощается в естественных условиях, соответственно, сборки. Начнем с чего? С какого-нибудь синего центра. Есть с непривычки такой момент, сейчас, наверное, этап 3х3 покажу, когда можно придвижить их двойными или тройными слоями, захватить лишний слой или, наоборот, не захватить нужный. Сейчас соберем до 3х3. Покажу вам, как это выглядит. Так. Ну, понятно, что потенциал этого кубика намного больше, чем мои возможности, поэтому, собирая там за минуту 50, минуту 40, я здесь никого не удивлю. И собирать ему спокойно можно меньше минуты. Хотя, те, кто собирают значительно быстрее меня, предпочитают все-таки больше контроля. Ну и осталось одно пуджетс. Переходим на последние 4 ребра. И здесь тоже проблем никаких. Как раз именно на этом этапе скорость особенно и чувствуется. Здесь уже все на виду. Так. Ну и вот, собираем 3х3. О чем я говорил, сейчас покажу где-нибудь на OLL, PLL. так, что-то сломал. Ну, а, так. Давайте что-нибудь, к примеру, вот такое вот сделаем. Вот, к примеру, такой алгоритм, где нужно использовать двойные слои. Вот здесь вот можно сделать как-то вот так. То есть, брать 2-3 слоя, а один остается. Из-за чего это происходит? Ну, это опять же с непривычки и без опыта. То есть, на первых сборках у меня такое было, как на пятерке, так и на шестерке. На шестерке даже почаще. Здесь усилие магнитов не очень сильное. То есть, как я показал, магнитики все одинаковые и, видимо, что здесь, что здесь, они стоят одни и те же. Обычно делают, что по краям магнитики послабее, а на внутренних слоях посильнее. Здесь, видимо, не одной силы. И, ну, к этому просто надо немного привыкнуть. Обычно, если хватаешься за средний слой, то он как бы весь и поворачивается. То есть, можно вот какие-то алгоритмы через M спокойно выполнять. Вот. Да. Как раз тот случай. Если мы возьмем какой-нибудь VALC5, то здесь не получается захватить вот эти вот средние слои. Вот я даже держу только вот эти два, вращается три. Здесь достаточно сильные магниты. Здесь же иногда это возможно. Не постоянно. То есть, я не говорю, что это прям всегда скучается. Ну, вот как минус такое есть. заводские настройки, то есть, добавлял только смазку, ничего. Не расслаблял, не затягивал, пружины не менял. Как есть, меня вот эта вот настройка вполне удовлетворила. из-за скорости иногда кажется, что куб немного локапит. Потому что он вращается настолько быстро, что даже какие-то малейшие зацепы кажутся локапом. Что-то подобное было на Даяне Тенгьюне, магнитный первый кубик от Даяна. То есть, он тоже очень быстрый и малейшие вот эти зацепы оказались ну, какими-то локапами. А так, не скажу, что кубик легче других. Вращается, конечно, быстрее, но вес вполне привычный, размер стандартный и кубик очень-очень достойный. Я на нем пока еще пособираю. Не хочу сказать, что я с валкой перехожу на него, но точно на нем еще пособираю. То есть, это кубы абсолютно разные по кручению. И вот, если брать вот эти три, ВАУ, КАОЧАНГ, МГС, то они все найдут своего любителя. То есть, самый быстрый, чуть более контролируемый, самый контролируемый. Но опять же, у МГС в комплекте и другие пружинки, возможно, с ними он будет иметь больше контроля. Не знаю, не проверял, если кто-то ставил другие пружины, то напишите об этом в комментариях. Кому-то будет это интересно. Меня кубик устроил и так. Очень похвально, что компания VJ выпускает линейку доступных, но топовых моделей. Молодцы. То есть, у них есть бюджетная серия, которая Yulong 2M, Yusu 2M, Yuchang 2M. Очень хорошая. Даже вот мой сиамский куб сделан из Yulong. Замечательный. Просто отлично. Открутил на нем вчера сотку. Одно удовольствие. Так что, кубик очень хорош. Компания YJ процветания. Анонсировали семерку, четверку. Скорее всего, куплю. Но четверку точно, семерку подумаю, я еще те не успел толком покрутить. Так что, все хорошо. У кого нет пятерки магнитной, и кто думает, можно брать сразу. Отличная вещь. Если у вас есть уже топовые модели, и вам хочется чего-то другого, чуть меньше контроля, чуть больше скорости, то это тоже может вам понравиться. Про 6х6 будет отдельное видео, где-то через недельку. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.